Так, этот возьму, а этот оставлю. Нет, этот возьму, а этот оставлю. Привет, ребята! Вы уже оделись, собрались, приготовились и даже умылись? Отлично! А я вот всё никак не могу решить, какой же из двух половников мне взять с собой в кулинарное путешествие по нашей родине? Ведь прямо сейчас мы отправляемся! Итак, с вами Роман Ладнев и секреты маленького шефа. Сегодня мы можем научиться готовить блюда кавказской кухни или кухни уральской. А может быть попробуем то, что принято подавать к столу на Байкале. Или изучим кухню Камчатки и Чукотки. Все рецепты хранятся в моём кулинарном путеводителе. Здесь они аккуратно разложены в алфавитном порядке. Здесь и Ханты-Мансийск, и Омская область, и Ростовская кухня. Осталось только выбрать регион, в который мы отправимся в кулинарное путешествие. И по традиции этот выбор я перекладываю на плечи моих помощников. Это Максим Лёвушкин. Ему 10 лет. Максим занимается дзюдо, любит собирать конструктор и смотреть познавательные передачи. А это Рома Войцыцкий. Ему 9 лет. Рома занимается каллиграфией и ментальной арифметикой. Учится играть на гитаре и обожает рыбалку. Привет, ребята! Привет! Привет! Рассказывайте о ваших кулинарных путешествиях. Где были, что удалось попробовать? Я бывал в Севастополе и пробовал там очень вкусную чучелу. Ох, какая вкуснота! Обожаю сладости. Ну, а где ты был, Рома? А я тоже был в Крыму и ел в Мидии. Замечательно. А на чём вы путешествовали? На самолёте. На самолёте. А я на машине в Крым ехал. Ох, а потом на пароме, да? Да. Здорово. Друзья мои, ну а на чём же мы с вами сегодня отправимся в наш кулинарное путешествие? А главное, что будем готовить? Может быть, на корабле? На корабле. Отличная идея. На пароходе? Или на паровозе. Или на пароплане. Или на дельтаплане. Не будем гадать, будем с вами колдовать. Волшебные слова помните? Тише едешь, дальше будешь, с кароходов не добудешь. Так, интересно, что это такое? По-моему, это бочка. Но это не просто бочка. Это волшебная сказочная бочка, в которой мы сегодня с вами будем путешествовать. Не будем терять время. Предлагаю отправляться в путь, друзья мои. И мы с вами на нашей волшебной бочке-батискафе приплыли на остров сундука. Как вы думаете, это простой сундук или волшебный? Думаю, не простой. Здесь собраны все регионы нашей страны. Сейчас мы с вами будем наугад вытаскивать какой-нибудь из этих регионов. И вот тот регион, который мы с вами вытащим, и будет нашим объектом изучения. А вот кто же из вас будет тянуть? Сложный вопрос. Предлагаю вам, как настоящим мореплавателям, воспользоваться старинным морским методом. Бросим жребий. Вот здесь у нас пять палочек. Четыре длинных и одна короткая. Тот из вас, кто вытянет самую короткую палочку, тот и будет выбирать регион из волшебного сундука. Согласны? Да. Макс, выбирай. Пока длинная палочка. Опять длинная. Макс. Опять длинная. Макс, поэтому тебе и запускать руку в наш волшебный сундук. Так, только чур не подглядывать. И мы с вами отправляемся в Курганскую область. А знаете, чем знаменита эта Курганская область? Своими котлетами? Котлетами, да. Котлеты здесь потрясающе пекут. Но здесь еще очень большое количество рек, речушек и озер. В Курганской области много котловин. Это такие естественные природные углубления. Ну и со временем в них начала скапливаться вода. И таким образом образовывались озёра. Да, верно, озёра. И мне кажется, наше сегодняшнее с вами транспортное средство, плавательная бочка батискаф, отлично подходит для путешествия. Согласны? Да. Друзья, ну а вы пока ищите Курганскую область на карте. Так, где же она? Вот. О, точно, Курган, клейте весёлого поварёнка, и мы с вами отчаливаем! По-моему, мы замечательно, идеально выбрали транспортное средство. Бочку нашу пока отставляем в сторону, а я начну вас знакомить с блюдами местной кухни. И первое блюдо, с которым бы я хотел вас познакомить, это тюря, и по старому русскому рецепту её готовили так. Вода, хлеб, лук и лебеда. Ну а сейчас в тюре добавляют и огурцы, и лук, и другие овощи. И следующее блюдо курганской кухни – это заваруха-повалиха. Похоже на пирог, правда? Да. Потому что делают его тоже из теста, но тесто заваривают в сладкой воде, а затем вываливают на противень. Делают в центре вот такое вот углубление, кладут в него масло и запекают в печи. Ой, следующее блюдо очень интересное. Я думаю, оно вам понравится. На что похоже? На омлет. На омлет. А называется это блюдо «крапивник». Крапиву сначала варят в кипятке 10 минут, затем выкладывают на сковороду, обжаривают, добавляют картофель, лук и иногда заливают яйцом. Ну и следующее блюдо – это... Похоже на картошку с мясом. Ну, это не совсем с мясом, это картошка с грибами. Это старинное русское блюдо, его готовят практически во всех уголках нашей родины, и в каждой области его готовят по-своему. Но в Курганской области есть невероятно вкусный, потрясающий и удивительный рецепт, который я, кстати, тоже записал в свой кулинарный путеводитель. Друзья мои, ну это не все блюда курганской кухни, а вот все блюда как раз и хранятся в моем кулинарном путеводителе. Что же мы с вами сегодня будем готовить? Предлагаю не гадать, предлагаю поиграть. Самое время нам отправиться в игровую. Заводите бочку, поплыли в игровую. Нас прибило волной к берегу. Предлагаю вам поиграть в интересную игру, в которую частенько в Курганской области играют местные мальчишки. Называется она очень просто. Схватив вкусняшку, вам нужно взять мячик, подбросить его, и пока он летит, успеть поймать вкусняшку и положить ее потом в корзину. Тот, кто наберет больше вкусняшек и чей мячик ни разу не упадет на стол, тот и будет победителем в нашей первой игре. Готовы? Да. Бросаем по моей команде. Итак, первый бросок. Так, приготовьтесь ко второму броску. На старт. Внимание, второй бросок. Складывайте урожай в корзинки. Внимание, и третий бросок. Смотрите-ка, мячик чуть-чуть не упал у тебя, правда? Так, внимание, и четвертый бросок. Так, конфеты полетели в разные формы. Пятый бросок. Ну, складывайте урожай в корзинки. Самое время подводить итоги. Это конфеты мои, потому что они остались здесь. Да, а вы считаете, что у вас получилось в корзинках? Четыре, шесть. У меня семь. Семь. У меня шесть. А у тебя шесть. В этом состязании побеждает Макс, да? Да. Давай. Макс, мы тебя поздравляем. Ты самый ловкий. Хвататель конфеты, подбрасыватель мечей. А мы с вами отправляемся на кухню, чтобы приготовить первое блюдо. Река и сеть принесла нас с вами на кухню. И сейчас победитель нашей первой игры будет открывать кулинарный путеводитель и выбирать рецепт. Макс, открывай путеводитель на букве К, Курганская область, и выбирай блюдо местной кухни. Что-то я проглотался, выбирай какое-нибудь блюдо посытнее. Котлеты варгашинские. Замечательно. Потушите репчатый лук и квашеную капусту. Перемешайте с мясным фаршем. Добавьте яйцо, посолите, поперчите. Сформируйте котлеты, посыпьте панировочными сухарями и обжарьте на сковороде. Но теперь, кажется, самое время поколдовать. Да. Тогда прошу. Тили-нили, тили-нили, чтобы всех мы накормили. Опа. Так, так, так. Внимание, внимание. Прежде чем начать готовить котлеты, предлагаю устроить перекличку. Фартуки. Есть, есть. Продукты. Есть. Носы. Нету. Доставить носы немедленно. А для чего нам носы-то, а? Чтобы когда лук резать, не плакать. А, точно. Смеяться. Смеяться? Над друг другом. Ну, раз у нас носы на месте, предлагаю с лукой начать. Раздаю вам ножи, как обычно, напоминаю. Что пользоваться ножом, дети должны в присутствии взрослых. Ну, а чтобы лук было резать не грустно, предлагаю поиграть в игру, которая называется «Ха». 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 Это очень простая игра. Каждый из вас произносит слог «Ха». Но разыгрывать его будет каждый на свой лад, прибавляя по одному слогу к предыдущему. Да? То есть я произнесу один слог «Ха», Роман произнесет уже два слога «Ха», ну, а Максим целых три. Потом я четыре, Роман пять, Макс шесть. Ну, и до тех пор, пока лук не будет порезан. А, да, чуть не забыл. Самое главное правило этой игры – ни в коем случае нельзя засмеяться. Кто засмеялся, всё, проиграл. На старт, внимание, «Ха». 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 «Аью». «Ха». 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 А, как хочешь? Роман, вы, кажется, проигрывать решили, да? Да. Так, друзья мои, по-моему, с луком мы справились. Самое время его обжаривать. Но прежде чем обжаривать лук, предлагаю снять носы. Я поставлю сковородку на огонь. И я не устаю вам напоминать, что пользоваться плитой дети должны в присутствии взрослых. Пока наша сковорода разогревается, я налью в неё масло. Самое время добавлять капусту и лук. Кто выкладывает капусту, кто лук. Я капуста. Отлично. А я лук. Одну треть капусты кладёшь на сковороду. Делать это нужно осторожно, потому что масло уже горячее и может начать брызгаться. Макс, давай добавляю лук. Как настоящий повар. Хлоп туда лук. Дорогие друзья, наша капуста с луком потушились. Самое время их смешивать с мясным фаршем. Вы готовы? Да. Выкладывайте мясной фарш в неё. А капуста с луком совсем горячая. Их, наверное, нужно остудить, правда? Да. Кого бы нам позвать, чтобы остудить лук и капусту? Ветер. Ветер. Северный? Да. Раз, два, три. Северный ветер к нам приходи. Всё, северный ветер, уходи. Тут уже в студии прохладно. Я боюсь, что мне может понадобиться моя любимая шапочка-ушаночка и варежки. Смешиваем капусту с луком и фаршем. Самое время немножечко посолить, поперчить и добавить яйцо. Соль и перец. Половину чайной ложечки соли. У нас тут осталось ещё одно яйцо. Я отделю белок от желтка и забью белок, чтобы обмакнуть в него котлеты и посыпать их панировочными сухарями, чтобы котлеты у нас были с хрустящей корочкой. Так, что мы будем делать? Мы будем брать вот так вот немножечко фарша, делать из него котлетку. Сначала шарик, а потом делаем ей такую формочку. Обмакиваем в белке и сразу обмакиваем в панировочных сухарях. А чтобы наши котлетки получились особенно вкусные, мы будем говорить им комплименты. Ну, например, «Ой, ты моя вкусненькая!» Так. Замечательная! Самая вкусная! Вкусная самая у меня. Моя может обидеться. Нет. Нет, не обидеться. Ух ты моя красавица! А у меня аппетитная. Ну, аппетитная. Действительно очень аппетитная. Волшебная! Шикарная! Шикарная! Великолепная! Я вот последнюю в сухаре пустую. Давай, я подвину тебе сухари. Самая вкусная на свете. Ненаглядная! Самая вкусная, аппетитная, потрясающая! Самое время переходить к жарке котлет. Друзья мои, наши котлеты сформированы. Ставим сковороду на огонь. Ну, а я еще раз вам напоминаю, что пользоваться плитой дети должны в присутствии взрослых. Наливаем на сковороду немножко масла и выкладываем наши котлеты. На сковороду это делать нужно аккуратно, поэтому сделаю сам, чтобы не обжечься, потому что масло уже горячее. Друзья мои, ну а пока наши котлеты жарятся, я расскажу вам легенду про озеро Горькое в Курганской области. Давным-давно на месте этого озера был хвойный лес. И вот однажды дровосек пошел рубить дерево. Рубил он его, рубил. Рубил он его, рубил. Наконец-таки срубил. Устал. Воткнул в оставшийся пенек топор. И вдруг из-под топора начал бить ручеек, ключ, практически фонтан. И начал заполнять, заполнять, заполнять всю котловину. И так получилось озеро Горькое. Ну как вам, понравилась легенда? Да. Пока я рассказывал вам легенду, наши котлеты с одной стороны уже поджарились. Самое время их переворачивать. Кто хочет попробовать сам перевернуть котлету? Я попробую. Так, аккуратно. Хлоп. Хо, ура, перевернулся. Макс, теперь твоя очередь. Хлоп. И котлетка уже обжаривается с другой стороны. Накрываем наши котлеты крышкой. А я покажу вам картинку озера Горькое. Какое красивое. И это озеро похоже по своей форме на подкову. Кстати, я могу вам рассказать еще одну легенду о его происхождении. Хотите? Да. Давным-давно в этих местах жил волшебный конь. И вот местные охотники решили его поймать. Охотились за ним, бегали целый день. И вот загнали такие охотники этого коня. Конь очень устал, силы стали его покидать. Конь ударил копытом об землю и исчез. И сразу из этого места забила вода. И вода заполнила все. И так на этом месте появилось озеро Горькое. Вот еще одна легенда о происхождении озера Горькое. Ну а пока я вам рассказывал легенды, наши котлеты пожарились с двух сторон. Самое время их снимать с огня. Легенд в Курганской области огромное множество. И я вам рассказал только малую Толику. Я думаю, что самое время объявлять, правда? Да. Наши котлеты варгашинские готовы. Можно подавать. А готовили мы котлеты так. Мы потушили лук и квашеную капусту, перемешали все с мясным фаршем, добавили яйцо, посолили, поперчили, сформировали котлеты, посыпали их панировочными сухарями и обжарили. Дорогие друзья и гости нашей программы. Сегодня мы путешествуем по Курганской области. И только что мы закончили готовить первое блюдо и готовы перейти ко второму. Но прежде мы должны выбрать рецепт. Бочка отчаливает! Бой-бой-бой-бой-бой-бой! Бок-бок-бок-бок-бок! Бочку нашу ставим пока здесь. А я продолжу вам рассказывать про местные достопримечательности. Это спутниковый снимок. А это лес, который был посажен в Курганской области в 1970 году, как раз к столетию знаменитого революционера. Предлагаю вам вот здесь, на ваших мольбертах, написать собственные имена из вот таких маленьких-маленьких кнопочек. Кто сделает это быстрее, тот и победит в нашем втором соревновании. Пожалуйста, прошу. На старт, внимание, марш! Я все! Давайте посмотрим. У меня все получилось. Ох, Роман посадил свой лес в виде расходящейся перспективы. От первой маленькой буквы к большой последней, да? Да. Макс, ну а у себя как получилось? Я не успел. Не успел? Осталось совсем чуть-чуть. Предлагаю устроить аплодисменты в честь Романа. У-у-у! И сейчас самое время отправиться на кухню, чтобы прочитать рецепт второго блюда. Мой батискав начинает погружение. Мой батискав. Мой батискав. Мой батискав. Мой батискав. Внимание, внимание! Мы готовы продолжать. Перейдем ко второму блюду, да? Да. Роман, открывай кулинарный путеводитель, выбирай рецепт и читай. Я выбрал картофель по-юргомышски. Нарежьте картофель кружочками, а лук кольцами. И выложите на противень, смешайте в блендере молоко, чеснок и зелень. Полейте этой смесью картофель, посыпьте натертым сыром и запекайте в духовке полчаса. Блюдо вроде бы простое, да? Только название сложное. Ставьте на место кулинарный путеводитель, а мы будем выставлять на стол продукты. Приступим? Да. Вот картофель, тертый сыр, пообедать мы хотим. Отлично! Смотрите-ка, лук у нас уже нарезанный. Молоко. Предлагаю начать с того, что мы с вами натрем сыр. Друзья, ну а я должен вам напомнить, что пользоваться теркой дети должны в присутствии взрослых. А почему? Потому что она тоже острая. Да, тоже острая, можно порезаться. Ну а вы, я смотрю, уже справились с сыром. Достаем блендер. Кто может отмерить 300 миллилитров молока? Все, 300. Добавляем туда зелень, так? Да. Чеснок. Ну а прежде чем приступить, напоминаю, что пользоваться блендером дети должны в присутствии взрослых. Хотя, лучше попросить взрослых. Ну а мы сейчас с вами нарежем картошечку и будем выкладывать ее на противень. Я предлагаю нарезать картошку таким образом, чтобы у нас получились вот такие тоненькие ломтики. Смотрите, какая толщина ломтика. Примерно 5 миллиметров. Друзья мои, а я должен вам напомнить, что пользоваться ножами дети должны в присутствии взрослых. Рома и Рома почти справились, да? Да. Осталось выложить это все на противень. Противень, наверное, нужно смазать маслицем, да? Да. Да, чтобы картошечка не пригорела. Капнем маслица. А помните, кто путешествовал в бочке? Князь Гведон. Точно. И было это в сказке Пушкина, да? Да. А он в бочке рос не по дням, а по часам. Вот, сейчас была цитата из Александра Сергеевича. Друзья, ну а раз уж у нас такая с вами сказочная передача сегодня, предлагаю вспомнить сказочных героев. Мы будем выкладывать ломтики картофеля на противень и вспоминать сказочных героев. Хорошо? Да. Я буду первый. Леший. Ладно. Кощей. Отлично. Баба-яга. Кикимора. Принцесса, которая лежала на горошине. О, точно. Снежная королева. Да. Лиха одноглазая. Щиполина. Соловей-разбойник. Раз, два, три поросенка. Три поросенка. Ха! Тогда сейчас, ребята, я вам скажу так. Так, тридцать три богатыря. Семь гномов. Ну, неплохо. Белоснежка. Белоснежка. Двенадцать месяцев. Так. Мороз, красный нос. С картошкой справились, выложили её всю, но не всех, наверное, сказочных героев мы с вами назвали, потому что их очень много. И самое время заливать нашу картошку соусом, да? Да. А теперь наше вот такое вот красивое блюдо пора укрыть одеялочком из сыра, да? Всё равно, сыр кончился. Отправляем наше блюдо в духовку. Нет, а лук. Ух ты, мы с вами забыли добавить лук. Что же делать? Добавлять лук. Я дотру вот эти вот оставшиеся маленькие кусочки сыра на лук. Мы их добавили. Так. Ну вот, смотрите, и лук у нас оказался под сырным одеялом. Да. Ничего не забыли? Нет. И вот теперь наш картофель отправляется в духовку. Разогретую до 160 градусов. Ну, а я ещё раз вам напомню, что пользоваться духовкой дети должны в присутствии взрослых. Через полчаса картофель по-юргомышски будет готов. А готовили мы картофель так. Мы натерли сыр, нарезали картофель и лук, в блендере смешали молоко, чеснок и зелень, полили картофель этой смесью, посыпали сыром и луком, отправили запекаться в духовку на полчаса. Друзья мои, наше кулинарное путешествие по Курганской области, к сожалению, подходит к концу. И мне кажется, самое время прощаться. Хотя нет, прощаться ещё рано. Я помню, что вы принесли свои поделки. Показывай мне их скорее. Что у тебя, Роман? У меня вот такая доска. Такая вот разделочная доска. На ней можно хорошо нарезать чеснок, правда? Вот как мы сегодня убедились, что от лука нам приходится плакать. Да. Поэтому я придумал вот такую вещь. Вот поварской колпак, а вот очки, чтобы не плакать. Ух ты, какая красота! Здорово! Я думал, что это какой-то супергеройский шлем. А я ещё сделал рисунок. Да это не рисунок. Это целая картина, друзья мои. Вы полюбуйтесь, какая красота. Это кухонный ничерморт называется. Слушайте, ребят, замечательно. По-моему, очень здорово. Спасибо вам большое. И в подарок вы получаете макробота Сильверлит. Сильверлит специализируется на электронных и радиоуправляемых игрушках. Все игрушки способны на многое. А этот макробот выполняет до 50 действий последовательно. И даже запоминает пройденный маршрут. Спасибо! Сегодня было здорово, весело. Очень интересно мне было с вами путешествовать. Мы с вами поплавали в бочке, вспомнили сказочных героев. В общем, много дел поделали, правда? А главное, научились готовить. Вот такое вот блюдо, которое называется... Котлетки варгашинские. Да. И... Картофель по-юргашински. Замечательно. Друзья, ну а если вы хотите стать участниками нашей программы, то пишите нам по этому адресу, присылайте ваши заявки. Вам непременно повезет. Мы пригласим вас в гости. Будем готовить вместе. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok